МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8. Жизнь Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. АПЛОДИСМЕНТЫ Это, пожалуй, самая обсуждаемая тема после экономических вопросов. По крайней мере, она касается всех и каждого. Грипп и вирусы. Сегодня из первых уст узнаем о реальной ситуации в Гомельской области, а также расскажем о том, как защитить себя и своих близких. Итак, мы начинаем, и я с удовольствием представлю гостей программы. Наш постоянный гость и эксперт студии. Главный государственный санитарный врач Гомельской области Александр Тарасенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Александрович, рад видеться, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Вячеслав Ященко. АПЛОДИСМЕНТЫ Вячеслав Петрович, добрый день. АПЛОДИСМЕНТЫ Генеральный директор Гомельского предприятия «Формация» Наталья Судакова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это кандидат медицинских наук, доцент Дмитрий Рузанов. Дмитрий Юрьевич, рад видеть. Итак, я думаю, будет правильно мой первый вопрос адресовать главному государственному санитарному врачу Гомельской области. Александр Александрович, уверен со мной, согласитесь, как только в регионе в осенне-зимний период особенно появляется первый серьезный чих, за ним следует настоящая волна слухов о предстоящей серьезной эпидемии. Как считаете, с чем это связано? Во-первых, не надо на каждый чих сразу впадать в панику. Ну а то, что в осенне-зимний период, или же в периоде, в котором мы находимся, январь-февраль, это традиционно является сезонным для заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и гриппом. Может быть, все дело в том, что тема-то сверхактуальна, а здоровье, что может быть дороже? Потому и переживаем. В Гомельской области мы наблюдаем рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и, как я уже говорил, характерна сезонность. Александр Александрович, насколько знаю, эпидемиологический подъем в этом году специалисты планировали, прогнозировали на начало-середину февраля. Как обстоит ситуация сегодня? Сегодня ситуация обстоит так, что мы действительно видим и фиксируем рост заболеваемости с конца января месяца и первую неделю февраля месяца. Чтобы людям было понятно, это стабильная ситуация? Если сравнивать, допустим, с прошлым годом, за аналогичный период, мы, в принципе, достигли того уровня заболеваемости, как и в прошлом году. А если говорить о карантинных мерах, ну, в первую очередь, речь идет о учреждениях образования, в каких случаях идут здесь на вот такие методы? Ну, я скажу, что принимаются действительно в случаях, если это необходимо, ограничительные меры воздействия. Это, в первую очередь, по организованным коллективам, когда отсутствие детей фиксируется на уровне 30% и более по причине заболеваемости острыми респираторными инфекциями, или же когда идет интенсивный рост заболеваемости среди населения определенной территории. И если фиксируется действительно в случае гриппа, заболеваемость еженедельной более 1% населения. Есть ли конкретная цифра, сколько сегодня заболевших в Гомельской области, ну, к примеру, на начало февраля? Такая информация есть? Да, это есть такая информация. Заболело чуть более 62 тысяч населения Гомельской области. Еженедельно мы фиксируем небольшой, но прирост, если по области говорить, это 3-4 тысячи населения области. И ожидаем, что уже буквально со следующей недели мы будем фиксировать уже снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Мне подсказывают, у нас есть материал в тему разговора сразу после сюжета. Вернемся в студию и продолжим. Внимание на экран. В эти выходные Гомельская центральная детская поликлиника работала в необычном режиме. В связи с сезонным повышением заболеваемости в субботу пациентов принимали врачи-педиатры с 8 утра до 18 вечера. В воскресенье медики находились на рабочих местах с 8 до 14. Плюс обслуживание по вызову на дом. После выходных ажиотажа в поликлинике не наблюдалось, хотя и были небольшие очереди. Причем, чтобы те, кто выздоравливают и те, кто заболел, не пересекались, для последних открыли отдельный вход. Так называемый медицинский фильтр. Для разделения потока пациентов, заболевших впервые, или же чувствующих недомогание, еще не знающих, что заболели, они у нас приходят в специально оборудованное помещение, называется оно фильтр, и входят с другого входа, чем все другие дети. На фильтре работает врач. Он смотрит ребенка, делает все необходимые назначения, осмотры. К здоровью детей повышенное внимание. Каждый день информация о количестве заболевших поступает в Центр гигиены и эпидемиологии. Не обходится без профилактических мероприятий. Учителям в школах рекомендовано отправлять домой детей, у которых проявились минимальные признаки заболевания. Это так называемый утренний фильтр. В обязательных требованиях – постоянное проветривание помещений. Кроме того, во многих школах провели родительские собрания, на которых еще раз объяснили, как оградить детей от болезни. Чтобы повышать иммунитет, медики советуют находиться на свежем воздухе не менее чем 2 часа в день. Не стоит забывать и про комплекс витаминов. Нам каждый день из лечебной сети доставляются биологический материал. В основном это носоглоточные смывы. И в лаборатории вирусологической в нашего центра проводятся исследования. На сегодняшний день мы выявляем весь спектр микроорганизмов. Начиная от аденовирусов, респираторно-сенциальных вирусов, парагриппа, в том числе грипп А, грипп Б. В лабораторию диагностики вирусных и особо опасных инфекций Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья вход по сторонним лицам категорически запрещен. Однако для журналистов телерадиокомпания «Гомель» сделали исключение. Именно здесь проводятся все исследования на острые респираторные инфекции и грипп. Других лабораторий для этих целей в регионе нет. Точную цифру заболевших гриппом в областном центре гигиены и эпидемиологии не называют. Она меняется ежедневно. Но ситуация, говорят, какой-то особой тревоги не вызывает. Тем более, что свыше 40% населения области сделали соответствующие прививки. На Украине же для сравнения только 0,3%. Кстати, так называемый свиной грипп закрепился в организме человека еще в 2009-м после мировой пандемии. И сейчас проявляется в течение всего года. Главное – начать своевременное лечение, иначе со здоровьем действительно могут возникнуть серьезные проблемы. Осложнения у каждого человека могут быть индивидуальными. Это может быть тяжелый бронхит затяжной, может присоединиться астматический компонент, если кто-то больной бронхиальной астмой. Это может быть пневмония, которую мы тоже все очень боимся. Это может быть поражение сердечно-сосудистого, сердца, почек, поджелудочной железы. И, соответственно, может обострение сахарного диабета быть и так далее. Таким образом можно сделать вывод. Ситуация с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями и гриппом в Гомельской области находится под контролем. Осталось только положиться на бдительность и неравнодушие к своему здоровью самих людей. В эфире «Гомель» это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Вячеслав Петрович, подключайтесь к разговору. Как обстоит ситуация в поликлиниках Гомеля? Нет ли наплыва людей? Ну, можно сказать, что ситуация по поликлиникам города стабильная. Наплыва людей, обычное количество пациентов, которые проходят в этот сезон. Их не много и не мало, могу сказать одно. Все поликлиники работают в обычном стандартном режиме. Причем это могут подтвердить в том числе и ваши коллеги, которые в связи с ростом подъема заболеваемости для того, чтобы посмотреть, посетили несколько наших лечебных учреждений. Вот эти кадры подтверждения вашего разговора. Что людей не очень много. В сюжете мы услышали о неком медицинском фильтре. Я вот сейчас стоял и подумал, а вот если все-таки доведется идти в поликлинику, как же его пройти и как же его не пройти? Ну, не пропустить в том смысле. Я, если позволите, немножко поясню. Ну, фильтр это так называемый фильтр в кавычках, можно сказать. Дело в том, что для того, чтобы не допустить распространения инфекции, в любом лечебном учреждении предусмотрено при росте заболеваемости острыми респираторными инфекциями разделять потоки пациентов. Для того, чтобы не было взаимного заражения. Поэтому открываются дополнительные входы там, где это необходимо. И пациенты, которые, скажем так, с температурящей, явно имеющие инфекционный характер заболевания, они просто проходят через отдельный вход в отдельное помещение, где им оказывают такую же помощь, как и всем остальным. Ну, это делается только в тех учреждениях, где действительно имеется рост обращений. Учитывая, что все-таки на сегодняшний день больше всего у нас в этот период зарегистрировано заболевание среди детского населения, там это применено. Во взрослых поликлиниках, для того, чтобы также обеспечить доступность и не смешивать потоки, на первых этажах открыты дополнительные кабинеты для приема температурящих пациентов, чтобы им было более удобно. Хорошо. Кстати говоря, если не ошибаюсь, сегодня и всю зиму поликлиники областного центра, да и, наверное, всей Гомельской области работают в нестандартном режиме. Расскажите об этом. Ну, он не настолько нестандартен. Просто учитывая то, что мы имеем сезонный рост заболеваемости, и дабы исключить ажиотаж и массовое обращение за медицинской помощью пациентов по понедельникам, чтобы увеличить доступность, мы приняли решение до 1 марта поработать в режиме 7-дневной рабочей недели с дежурными сменами по субботам и по воскресеньям, что и, в принципе, и дает свои результаты. По понедельникам абсолютно отсутствует полный ажиотаж при обращении за медицинской помощью. И, учитывая, что человек-то заболевает в круглосуточном режиме, мы даем ему возможности в выходной день получить те назначения, которые ему будут необходимы в последующем. Есть вопросы зала. Давайте выслушаем. На сегодняшний день все-таки люди стараются поменьше обращаться в поликлинику из-за того, что боятся заразиться какой-то другой инфекцией. Вот как вы решаете эту проблему? Скажем так, если человек воздерживается от посещения поликлиники, значит, он не болен. Это первое. Просто у некоторых есть боязнь того, что, ну вот я и так приболевший еще пойду, а вдруг там кто-то рядом чихнет, кошеленет, а тут еще кто-то. Ну, понятно. Чтобы другого не подцепить, что называется. Чтобы не вызвать тяжелое заболевание, я понял. Значит, ну, что хочется сказать на эту тему. Естественно, мы принимаем все меры для того, чтобы очереди отсутствовали. И это и есть на сегодняшний день. Вот этих часовых ожиданий под дверями кабинета на сегодняшний день не регистрируется. Почему? Потому что пациенты, которые у нас есть разноплановые методы записи на прием и попадания на прием. То есть мы резервируем часть мест для записи пациентов по интернету, онлайн-запись, которая присутствует во всех городских лечебных учреждениях. Часть мест резервируется для записи пациентов, которые могут позвонить в регистратуру записаться. И для пациентов, которые уже заболели и которые обращаются, скажем так, внепланово, а непосредственно по болезни, по потребности, эти пациенты уже непосредственно сами обращаются в регистратуру и идут на прием по времени, которое указано в талоне у данного пациента. Кстати говоря, до программы Дмитрий Юрьевич рассказал мне о достаточно интересном исследовании. Дмитрий Юрьевич, может быть, расскажите и нашим зрителям. Одна из гипотез, почему в теплое время зимы гриппа становится больше, нежели в морозы. И теория достаточно простая. Теория была в перчатках. В том, что в морозы мы одеваем перчатки и, соответственно, в общественном транспорте и заходим в учреждения, мы заходим в перчатках. А вот теперь, когда уже плюсовая температура, часто перчатки остаются в кармане, и пациент держится за поручни голой рукой, точно так же он хватает этот поручень и дальше касается своих слизистых и заболевает. То есть, поэтому, ну, стоит, если и заходить, например, в поликлинику, то снимать перчатки, наверное, уже, например, в регистратуру после входа. Так можно предположить, что вы уменьшите вероятность инфицирования вирусом. Все мы знаем, что с начала февраля в Белоруссии начали выдавать больничные листы по-новому. Вячеслав Петрович, буквально тезисно попрошу вас рассказать о самых интересных для наших зрителей моментах. Значит, ну, да, приняты новые постановления совместные Министерства труда, соцзащиты и Министерства здравоохранения, которые на сегодняшний день уже разрешают выдачу листковой нетрудоспособности частным центрам. Это существенное нововведение, которое уже позволит людям не обращаться в поликлинику после посещения частного доктора за листковой нетрудоспособности, а дает возможность непосредственно получить в частном центре. Готовы ли они пока? Это вопрос отдельной темы передачи, но все-таки вернемся к тезисам. Готовы они, не готовы говорить не буду, скажем так, они не входят в нашу структуру, но я пока, скажем так, не слышал, чтобы кто-то у нас выдавал от наших пациентов. Что еще нового изменилось? Значит, расширены полномочия врачебно-консультационных комиссий поликлиник. Если раньше многие вопросы решались непосредственно главным врачом, то сейчас, дабы исключить единоличного решения, многие моменты решаются непосредственно членами врачебно-консультационной комиссии, которые созданы при каждом учреждении. Кроме этого, расширен перечень нарушений пребывания на листках нетрудоспособности, которые вносятся в особые отметки и в последующем влияют на его оплату. Есть еще один вопрос из зала, пожалуйста. Тот, кто не успел сделать вакцинацию осенью, актуальна ли она в данное время? Многие в этой суматохе задумываются, а может и вправду надо было сделать, пойду-ка я. Александр Александрович. Я скажу, что на сегодняшний день уже эта вакцинация не будет актуальной, так как для выработки антител нужно от двух недель и более. Поэтому вакцинация населения проводится в октябре-ноябре месяцах. И в то же время некоторые граждане все-таки сегодня делают вакцину. Или вообще это под запретом? Этот вопрос не обсудится. Это не под запретом, но смысла нет. И в принципе та вакцина, которая была закуплена за счет местного республиканского бюджета, за счет средств предприятий и организаций, она попросту уже израсходована, то есть и вакцинирована тот процент населения, 41, в общей сложности это 585 тысяч населения Гомельской области. В этой студии, безусловно, компетентные специалисты. Очень интересно и показательно ваше мнение, следовательно и ваш пример. Вы сами вакцинировались в этом году? Я сам лично и вся моя семья вакцинировались. А вы? Я тоже вакцинировал и даже маму противницу догнал и тоже вакцинировал. Дмитрий Юрьевич, кстати говоря, думаю, со мной согласитесь, ведь опаснее всего, правильно ли я понимаю, заразиться именно гриппом, вовсе не ОРВИ. Именно поэтому в том числе и нужно делать вакцину. Да, говоря о вакцинации, конечно же, это вакцина именно в отношении гриппа. И нужно сказать о том, что эти вакцины меняются каждый год, поэтому прививаться заранее было бы неправильно, потому что мы не знаем, каков будет грипп в следующем году, узнаем это только лишь ближе к весне, лету. А если говорить о гриппе, то это то заболевание, которое действительно опасно. Почему? Потому что оно протекает с высокой интоксикацией. То есть это такое токсическое заболевание, которое поражает не столько локально какие-то верхние дыхательные пути, нижние дыхательные пути, и сколка образцована очень высокой интоксикацией. Поэтому грипп можно отличить в первую очередь по появлению очень высокой температуры в первые-вторые сутки, 39-40, и при этом нос будет сухой. А ринарея, то есть ринит, в деление срези износа, оно придет попозже, на вторые-третьи сутки. Дмитрий Юрьевич, ну, наверное, и вы слышали эти мысли о том, что, а я вот в прошлом году вакцинировался и все же все равно заболел. Как правильно объяснить ситуацию? То есть вакцина – это вовсе не гарантия того, что человек в период осенне-зимний не заболеет, правильно? Ну, здесь необходимо разграничивать все-таки грипп и другие острые респираторные инфекции вирусные. Аденовирусная пара, грипп, респираторно-синциальный метапневмовирус и другие. То есть делая вакцину против гриппа, мы говорим о том, что с вероятностью в 95% вы гриппом не заболеете. Если и заболеете, он будет протекать в такой стертой форме. Что уже хорошо. Да, что уже неплохо, по меньшей мере, пациент точно не погибнет от гриппа. А вот ничего не помешает этому пациенту болеть аденовирусными, респираторно-синциальными инфекциями. Но это те не очень опасные инфекции, от которых не развиваются серьезные осложнения, от которых пациент не погибнет. Какие вирусы чаще всего орудуют в Гомельской области? Ну, традиционно в октябре-ноябре это был аденовирус. Риновирус он орудует практически круглогодично. Риновирусов очень много и на самом деле можно болеть буквально один за другим. Риновирусная инфекция, это, конечно, парагрипп, респираторно-синциальный вирус, который дает бронхиты. Ну, вот увеличится традиционно после гриппа парагрипп. Ну, их много, но, наверное, есть основные пять. Александр Александрович, пандемический грипп. Вокруг этой темы уж точно очень много разговоров, иногда и очень много мифов. Давайте все расставим, что называется, по полочкам. Ну, действительно, я подтверждаю те слова, которые сказал мой коллега. Мы исследуем лабораторно от больных, все-таки, какой у нас ходит вирус гриппа. И на сегодняшний день у нас фиксируется это грипп А, грипп Б и H1N1. Это пандемический грипп? Да, это пандемический грипп, совершенно верно. В народе свиной грипп. В единичных случаях у нас в области, как и в республике в целом. Поэтому летальных случаев от заболеваний пандемическим гриппом у нас в области не зафиксировано. И признаки заболевания, будь то грипп H3N2 или H1N1, они все одинаковые. И меры профилактики тоже, они одинаковые. Дмитрий Ильич, вот самый в народе названный свиной грипп чем-то опасен? Ну, я бы хотел попросить все-таки не употреблять термин грипп свиной. Он неправильный. А вообще почему так? Да, свиным был грипп пандемический в 2009 году. На самом деле это H1N1, так называемый пандемический. То есть вирус достаточно высоковирулентный. Вирус, который может вызывать поражение нижних дыхательных путей, может вызывать пневмонии, высокие токсикозы, развитие инфекционно-токсического шока и так далее. Термин все-таки, свиной грипп, он не очень как бы корректный. Правильно было бы говорить H1N1. Это тот муавирус, который, вот я бы уставлю в эти тяжелые случаи развития пневмонии, именно вирусных пневмоний, не бактериальные, которые иногда требуют вплоть до искусственной вентиляции легких. Это муати ситуация, когда приходится оказывать интенсивную госпитальную помощь. Александр Александрович, а сколько случаев пандемического гриппа в этом году зафиксировано на начало февраля? В прессе, в принципе, эта информация проходила уже. Как я сказал, единичные случаи в половине районов нашей области от одного до трех. На сегодняшний день мы фиксируем семь. Это много или мало? Это очень мало. Наталья Николаевна, подключайтесь к разговору. Безусловно, без четкого обеспечения лекарственными средствами никак не обойтись. Как эта работа построена у нас в регионе? Ежегодно, еще с осени на областном аптечном складе создается запас лекарственных средств для лечения острых респираторных инфекций. Далее, когда идет период подъема заболеваемости, аптеки мониторируются ежедневно. Если же спрос на какие-то лекарства увеличился, значит, аптекам практически ежедневно доставляется товар. Они составляют заявки путем электронной почты, отправляют. Каждая аптека видит наличие на аптечном складе лекарств, всю номенклатуру и наличие. И направляют тут же заявку, формируется заказ и доставляется в аптеку. Есть еще иногда бывают такие, так сказать, в период спроса топовые лекарства. И вот мы делаем кольцевые завозы тоже, несколько наименований. Вот, например, этот раз было тоже противовирусное. Значит, собираются развозиться по всем аптекам. Далее, если же мы видим, что увеличился расход каких-то лекарственных средств, значит, мы связываемся с нашими заводами-производителями белорусскими, делаем дополнительные заявки, отправляем авторонтранспорт, привозим, пополняем на аптечном складе и далее в аптеки. Талия Николаевна, а есть ли говорить о соотношении отечественное и зарубежное лекарства? Ну, отечественное и зарубежное, значит, в 2015 году у нас в закупе отечественных лекарственных средств 51,7% в Гомельской области. Вообще на территории Беларуси у нас 29 фармацевтических предприятий. И из них вот 13 выпускают лекарственные средства. Номенклатура более тысячи наименований лекарственных средств. Вы понимаете, что выбор достаточно большой. Да. Какие средства, все-таки вы отслеживаете эту информацию, пользуются у гомельчан, жителей области, большей популярностью? Зарубежные или в том числе и отечественные? Нет, вы знаете, очень большим спросом пользуются отечественные лекарственные средства, потому что они качественные, доступная цена, безопасные, поэтому очень большой спрос на отечественные. Однако, согласитесь, далеко не всегда цена и бренд играют самую решающую роль в лечении болезни, правда? Во всем мире фармацевтические субстанции закупаются у одних и тех же производителей. И лекарства производятся из одного компонента. Технологическое оборудование тоже используется у таких мировых производителей. И в Беларуси в том числе наши заводы тоже оснащаются, постоянно модернизируются. И у нас качественные, хорошие лекарства. Хорошо. Вопрос от многих обитателей социальных сетей. Часто там появляются такие таблицы, аналоги наших отечественных лекарств, те, которые мы привыкли покупать зарубежные, которые в разы дороже. Вот это правда, что не всегда цена и бренд, еще раз повторюсь, влияет на качество лечения? Не всегда, потому что зарубежные производители закладывают в стоимость лекарства это и расходы на маркетинг, это расходы на рекламу, расходы на медицинских представителей, на содержание их. И эта составляющая очень высока, иногда доходит до 60%. А наши лекарства доступны по цене и качественные, очень хорошо пользуются спросом. Не так давно многие лекарственные препараты стали отпускать только по рецептам врача. Все мы об этом знаем. Допустим, наш зритель точно знает, что ему нужно. Ну, либо, по крайней мере, в этом уверен. По некоторым причинам забыл, не успел взять тот самый рецепт. Могут ли фармацевты все-таки войти в положение, ну и отпустить все то самое лекарственное средство, как минимум в качестве исключения? Ну, я хочу сказать, что постановление 66-го, оно вышло еще в сентябре 2014-го года. О том, что, значит, рецепты на все лекарства остаются в аптеках. Значит, да, тогда был какой-то переломный период, но, опять же, врачам разрешено выписывать хроническим больным лекарства, рецепты до 6 месяцев. То есть каждый должен позаботиться о себе. И сначала, когда вышло это постановление, да, в 2-3 месяца был какой-то переломный такой период, обращались, хотя и в средствах массовой информации, везде это, значит, объясняли, рассказывали. Но были единичные случаи, когда, допустим, какое-то гипертензивное лекарство закончилось, пришел. Это был буквально 2-3 месяца отпускали пластиночку, предупреждали больного о том, что в дальнейшем лекарство не будет отпущено. А сейчас, вы знаете, все привыкли, все очень спокойно. И причем, мало того, у нас 61% лекарств без рецептурного отпуска. И этот перечень охватывает все фармакологические группы. Тут просто знаете вопрос, вот в каком плане. Мы ведь многие, к сожалению, по-прежнему привыкли лечиться с помощью фармацевтов. Чувствуешь недомогание? Ой, подскажите, а что вот от этого, да? И по традиции шли в аптеку и брали. Правда, Дмитриевич? Такой тоже своеобразный способ на самолечение. Потому что, конечно же, за 2 минуты, пока общается фармацевт с покупателем, ну, невозможно поставить диагноз и так далее. Поэтому, несмотря на то, что есть совет фармацевта, но в каких-то ситуациях все-таки стоит обращаться только лишь к врачу за выбором препарата. Да, и это бывает сделать сложно вот в тот короткий промежуток во время общения между фармацевтом и клиентом. Я дополню это желательно, когда появились первые симптомы, и ты по каким-то причинам не успел либо вызвать врача, либо записаться к врачу. Так вот, для этого есть безрецептурный перечень. И что-то, какое-то лекарство фармацевт предложит, а далее ты должен обратиться к врачу и... Тем более, еще раз повторим, сегодня разрешено врачам выдавать рецепты до 6 месяцев. До 6 месяцев, да. Есть еще один вопрос из зала. Давайте выслушаем, пожалуйста. А вот эксалиновая мазь, всем известное средство. Скажите, а так ли оно действенно? Она действительно доказала свою эффективность, но иногда с целью профилактики гриппа. Но обращать нужно внимание на то, что есть разных производителей эксалиновой мази. Есть нашего белорусского завода беломедпрепараты, там температурный режим хранения от 2 до 8 градусов. А российская, они же фарм, от 5 до 15. То есть хранить в холодильнике, в прохладном месте нужно. И одну и вторую. И одну и вторую, да. Но назначение, значит, она используется 2 раза в день, утром и вечером наносится на слизистую оболочку. И достаточно, то есть не нужно ее там носить в сумочке где-то, а она будет лежать в холодильнике утром и вечером. Вячеслав Петрович, лекарства лекарствами, но про народные средства наш народ-то не забывает. Какие из них сегодня, как считаете, наиболее распространены у нас в области? Ну, распространены будут, наверное, все известные. Потому что сколько людей, столько мнений. И кто кому что присоветует, каждый норовит попробовать. Ну, кто какие слышал? Может быть, давайте часть из них. Многие лук, чеснок, естественно, чай с малиной, кто-то витамины, препараты, кто-то усиленное питание, кто-то больше спит, кто-то мед с орехами, с лимоном кушает. Ну, у каждого свой рецепт. А вы как врачи к этому как относитесь? Ну, лично я отношусь к этому более настороженно, потому что если есть болезнь, то на нее есть лекарство уже придуманное учеными, и, наверное, позволит более быстрее вылечить, чем то, что использовалось ранее в народе до появления этих лекарств. Поэтому более эффективно все-таки, мне кажется, будет лекарственное средство. А уже в отсутствии лекарств, конечно, можно воспользоваться инородным. Или как профилактические средства, вот те продукты или овощи, которые оказались... Тот же самый чеснок никто не отменял. Это как профилактическая мера дополнительная к вакцинации, прежде всего. Почему бы и нет? Дмитрий Юрьевич, вот скажите, а в вашей семье народные средства какие-нибудь используют по предотвращению простуды гриппа? Ну, наверное, нет, потому что все-таки 21 век – это такой век доказательной медицины, и на сегодняшний день мы не имеем каких-то данных, которые бы сказали бы о том, что те или иные народные средства, они способны профилактировать. Речь идет об иммунитете, поэтому, конечно же, в этот период нужно пытаться испытывать меньше стресса, высыпаться однозначно, хорошо питаться, много времени проводить на воздухе. Ну, действительно, вот было сказано в сюжете, это очень важно, не менее мочаса для детей, это не меньше двух часов для того, чтобы был адекватный и клеточный, и гуморальный иммунитет. Но при этом нужно помнить о том, что многими народными средствами можно навредить, навредить серьезно. То есть вот те фитопрепараты, о которых мы говорим, их бесконтрольное использование, тоже может быть чревато. Например, традиционные таблетки, к которым мы привыкли, термопсис, таблетки от кашля, на самом деле было правильно называть таблетками для кашля, потому что это препарат, который увеличивает количество слизи образования в дыхательных путях, и пациент начинает кашлять для того, чтобы эвакуировать эту слизь. И таких примеров, на самом деле, можно привести достаточно много, поэтому я бы не сказал бы о том, что народные средства, они абсолютно безопасны. Вячеслав Петрович, в общем, другими словами, самолечение и безопасность редко когда идут рядом. Абсолютно точно. Примеров достаточно из врачебной практики? Да, конечно. Есть очень много примеров, даже не связанных с появлением инфекционных заболеваний, а даже других. Ведь лук и чеснок – это самое безопасное. Есть же еще очень много средств, которых просто не хочется озвучивать. Люди-то убеждены, либо убеждаются, либо их убеждают о том, что оно помогает. Но это же далеко не всегда так. Естественно, да. Мы иногда имеем печальные случаи и ожогов различных мест, в том числе и слизистых, и язвы желудка, ну и другие осложнения на фоне самолечения. В общем, все хорошо в меру. Естественно. И лучше посоветоваться с врачом. Герой следующего нашего материала более чем убежден. В холодную погоду согреет и сбережет от простуды обычный чай и хорошая компания. Внимание на экран. Чай – это прекрасный напиток, который тонизирует, бодрит и успокаивает о том, как правильно заваривать и пить чай, мы спросим у мастера чайных церемоний Дмитрия Трусова. О полезных свойствах чая Дмитрий узнал давно и уже более 15 лет сам проводит в Гомеле китайские церемонии. Мастер придерживается мысли, что свежезаваренный чай подобен бальзаму, который, безусловно, используется в профилактике инфекционных заболеваний и поддерживает тонус организма. Нужно понимать только одну единственную вещь – это то, что чай не должен просто настаиваться долго. Для китайской церемонии используется глиняный чайник, который наилучшим образом помогает сохранить вкус и аромат. Однако полезный напиток можно приготовить и дома, выбрав в чайной лавке подходящий сорт чая. Белый чай, он снимает стресс, он омолаживает человека. Желтый чай, он считается одним из самых полезных. Зеленый чай – это универсальный напиток. Процесс его приготовления требователен. Однако освоить его просто. Китайские монахи предпочитали пить именно этот вид чая, поскольку он хорошо очищает ум, придает бодрость и здоровье. В условиях степях Монголии была проблема рациона. И не было откуда взять свежие овощи или вкусить хорошую пищу. Поэтому для них чай – это был живительный напиток, который мог сбалансировать питание и помочь, так сказать, в развитии организма. Если пить чай регулярно, тело наберется сил, а воля окрепнет. Поэтому бояться экспериментировать с чаем не нужно. Следует лишь помнить истину. Напиток должен быть полезным и пить его нужно без суеты, вдыхая аромат и наслаждаясь вкусом. В эфире Гомель, это студия на Пушкино-8, и мы продолжаем. Анталия Николаевна, как вам такая идея? Сколько людей, столько вкусов. Вообще мы как-то, может, там китайские чаи. Я хочу сказать, что кому нравится, допустим, зеленый, и пейте зеленый. А вообще, чаи различные там, и с шиповником, и с облепихой. Ну, все в меру должно быть. И, наверное, лишний раз попить чай, оно и неплохо, в общем-то, да? Особенно при простуде, Дмитрий Юрьевич. Особенно, да, при простуде и вообще в период заболеваемости побольше обильного питья. И соки различные, и чаи. Ну, что-то, какие-то крепкие чаи, может, и не следует принимать. А так, в общем-то, и неплохо, но... Дмитрий Юрьевич, здесь еще, наверное, вопросы самовнушения. Если помогает, то можно и три чашки чая. Да, однозначно, лишь бы не вредило. А на самом деле, зеленый чай – это один из мощнейших антиоксидантов. И во время простуды, и для профилактики простуды, ну, собственно говоря, почему нет? Это слабый адаптоген, это слабый иммуномодулятор. И если он пьется еще в хорошей компании, то прекрасный напиток. Александр Александрович, говоря о профилактике все же. Сегодня очень много давали советов. Эпидемиологи советуют, в свою очередь, ваши сотрудники, стараться избегать посещения многолюдных мест. Как быть? Ведь это и те же катки, и спортивные залы. Да, действительно, в сезон подъема заболеваемости острыми инфекциями следует избегать закрытых помещений, там, где проводятся массовые мероприятия. Ну, а если вы про посещение катков, да, то почему бы нет? На открытом воздухе, в принципе, концентрация вируса особо не происходит. Ведь, почему, чем и опасны нахождения, особенно, когда имеются и заболевшие в закрытом помещении, это быстрое распространение вируса в закрытом помещении, соответственно, инфицирование всех, кто там находится. Если каток, то на открытом воздухе? Желательно. Тем временем, в Гомельской школе номер 69 вплотную взялись за профилактику простуды гриппа. И на своем примере доказали – наше здоровье в наших руках. Слово директору школы Александру Машкарву. Александр Валевич, здравствуйте. Тот же чеснок, тот же лук в обычном рационе точно так же предлагается в большом количестве. Опять же, по согласованию родителей это поддержали и это используется. Босохождение – это то направление, которое давно используется. Это еще с 19 века немецкий ученый, насколько я помню, применил в научной медицине. Главное, что это все помогает. Мы же используем у себя здесь. То есть у нас есть специальные классы. Во время перемен, во время так называемых физкульт-минуток, во время тех же динамических перемен для начальной школы, дети занимаются в этих помещениях, двигаясь по специальным коврикам, наполненные природными компонентами. Желуди, каштаны, мелкие камушки. При этом естественный массаж стоп, естественная релаксация, естественные положительные эмоции. Александр Валерьевич, положительные эмоции – это самое главное. Вообще в целом, я так понимаю, все эти меры, которые вы озвучили, помогают деткам, в том числе и одолевать, и предотвращать простуды. Совершенно верно. Самая основная задача наша – мы формируем здоровье ребенка. Стараемся его сохранить, развить и укрепить. А здоровый человек – это счастливый человек. Будьте здоровы и счастливы. Что ж, вот подходит к концу время нашей программы. Пора подводить итоги. У каждого из вас есть по традиции буквально одна минута для того, чтобы подвести черту под сегодняшним разговором. Наталья Николаевна, вам слово. Я хочу сказать, что чтобы не заболеть, нужно думать заранее. Начинать вести здоровый образ жизни, побольше бывать. А когда заболел человек, значит, уже нужно обращаться к врачу. Ни в коем случае не заниматься самолечением. Учитывая, что основа лечения для того, чтобы не развилась болезнь – это профилактика. Поэтому пусть каждый задумается о тех профилактических методах, которые мы предлагаем. Это тоже пребывание на свежем воздухе, своевременная вакцинация. Для того, чтобы подвести черту, давайте все-таки своевременно заботиться о своем здоровье. И не будем откладывать на понедельник, а начнем с сегодняшнего дня. Я бы, наверное, призвал бы не заниматься самолечением. Если вы покупаете какие-то препараты, внимательно читайте инструкции, внимательно читайте аннотацию. Помните, что те же часто используемые, например, жаропонижающие, могут принести мавред. Температуру до 38,2 не нужно сбивать. Интенсивно выше, да. Внимательно используйте сосудосуживающие препараты, которые вы капаете в нос, потому что эти препараты могут вызвать медикаментозную ринарею и количество, извините, сопреста. Они только лишь больше после таких препаратов. Ну и в целом в некоторых ситуациях лучше все-таки чай с лимоном в хорошей компании, нежели использовать препараты, которые могут навредить. Будьте внимательны. Я хотел бы, в свою очередь, пожелать присутствующим всем здесь и телезрителям оптимизма, доброты. Любите себя и своих близких. Что ж то были наши выводы, сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова